Будем говорить о том, что делает молитву недействительной. То есть, если человек сделает что-то из того, о чем мы упомянем, то его молитва будет недействительной. Очень важно нам изучать то, что делает молитву недействительной. Чтобы наша молитва не была недействительной. Первое. Если человек заговорит в молитве преднамеренно. Зная о том, что заговорить в молитве нельзя и не является тем, кто об этом не знает. Чтобы он об этом помнил, не было из тех, кто забыл. Если же он по незнанию заговорил или же забыл, что нельзя разговаривать, то его молитва действительно. Вторая вещь, которая делает молитву недействительной. Это излишние движения, ненужные молитвы, многочисленные. То есть, человек подряд много лишних движений делает. Если в этом нет никакой нужды. То есть, если ты посмотришь на него, ты даже не подумаешь, что он совершает молитву. Из-за того, что он совершает столько много движений. Третье. То есть, если человек начнет поворачиваться, не будет смотреть в сторону хиблия, то сюда, то туда. Точно так же употребление пищи или же напитков каких-то. Смеется, если человек начнет. Или же откроются его срамные места, которые ему приказано закрывать. Особенно для тех людей, которые совершают молитву в штанах. Когда они делают земной погон, у многих открывается спина, футболка, рубашка поднимается. Его урат открывается, молитва его недействительная. Точно так же, если у человека испортился омовение. Допустим, при молитве. Допустим, вышел у него газ. Что ему надо делать? Все, молитва его закончилась. Он должен выйти. Совершить омовение. Потом заново совершить эту молитву заново. То есть, он не имеет права продолжить свою молитву.